МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но уже пора обеспокоиться другим. Может случиться так, что мужчин вообще не будет. Мужчины могут не понадобиться. Зачатие может происходить без мужчины. Сейчас происходит часто зачатие без мужчин. Беременность без мужчин. Процесс на уменьшение количества представителей сильного пола в самом разгаре. Мужчины на грани вымирания. Что же им угрожает? Попадание в наш организм соединения с эстрогеноподобным эффектом, то есть эффектом женских половых гормонов. Например, это фталаты из упаковки питьевой воды. Женщине повезло намного больше. Ее организм в процессе эволюции только совершенствуется и приспосабливается к новым обстоятельствам. А обходиться без мужчин женщина могла еще в древности. Взяла себе обезьяну, изучила, обучила, и появился мужик. Земля без мужчин останется не в один момент. Царствовать единолично и без конкурентного пола женщины будут не скоро. Но есть ли хоть какая-то возможность остановить этот процесс? Есть ли шанс у человечества по-прежнему остаться двух полу? Весь путь человека от обезьяны к современному человеку состоит из непрерывных междоусобиц и войн, в которых гибли в основном мужчины. Женщины всегда были в избытке. Мужчин всегда не хватало. Но обязанность обеспечить продолжение рода с воинов никто не снимал. Именно так животная предрасположенность к множеству партнерш, доставшаяся мужчинам в наследство от предков, плавно перешла в необходимость для выживания народа. Сама природа пошла навстречу мужчине, снабдив его органом, вырабатывающим основной мужской гормон – тестостерон в огромных количествах. Гораздо больше, чем нужно для отношений только с одной женщиной. Андрогены, они ведь вызывают, основном, половое влечение больше вызывают андрогены. И поэтому это ведет к стремлению к полигамности. Все нравятся, все женщины красивы, поэтому так и получается. Это значит, в основе, конечно, лежит генетика. По последним научным данным, мужчины обладают свойством, присущим практически всем полигамным животным. При длительных отношениях с одной женщиной у мужчины на химическом уровне возникает привыкание, и реакция на постоянную партнершу просто исчезает. При этом с другой женщиной никаких проблем не возникает. Образно говоря, как бы мужчина не любил борщ, иногда ему хочется шашлыка. Мужчина по природе своей, он в любом случае осеменитель. То есть вот есть, так скажем так, цветок, есть в нем вот эти все семена. И нужен кто-то, кто будет эти семена переносить с цветка на цветок, там опылять. То есть вот это мужчина, это вот как некая пчелка, которая должна вот эти цветки, ну, в данном случае пчелка не оплодотворяет, но она переносит. То есть его роль, вот как можно больше цветков опылить. Мужское стремление завести как можно больше отношений имеет и свои исторические традиции. В восточных странах, где с особым трепетом относятся к рождению сыновей, многоженство появилось в том числе и для того, чтобы мужчины не оставались без наследника. И здесь не обошлось без тонкого расчета. Наука утверждает, что когда мужчину окружает множество женщин и он предостаточно получает их внимание, чаще рождаются мальчики. То есть восполняется недостаток в представителях сильного пола. И наоборот, если мужчина остро таскует по женщине, у него, как правило, рождаются девочки. Такая вот своеобразная таблица верности. В стремлении к полигамности мужчин относиться как к части природы, конечно, нужно на это смотреть более спокойно. Не так вот, так сказать, допускать, распускать их к мужчинам, но относиться очень спокойно. Это одна из характеристик, одна черт мужчин. Еще вчера считалось, что раз уж мужчина изменяет своей партнерши, то сделать с этим ничего нельзя. Но недавнее открытие немецких ученых стало настоящей сенсацией. Специалисты из Боннского университета открыли дополнительное свойство гормона окситоцина, которые избавляют представителей сильного пола от тяги сходить на стороны. Чтобы это доказать, ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 86 мужчин. Одной половине добровольцев под видом спрея для носа ввели окситоцин, а другой – безвредный препарат. Специально приглашенные девушки пытались соблазнить участников эксперимента. Ученые были поражены. Мужчины, обработанные окситоцином, даже близко не подпускали к себе женщин, в то время как вторая группа добровольцев вовсю хлиртовала. После этого ошеломительного результата ученые пообещали, что теперь постараются найти настоящее лекарство от измен на основе окситоцина. Вот только захотят ли мужчины его принимать? И будет ли он столь же эффективен для коварных изменщиц? Вот у нас считают мужчина полигамент, женщин моногамна. Но это обман, потому что женщина такая же полигамная и такая же моногамная, как мужчина. Период, когда матриархата, когда все решала женщина, и все определяла женщина, и у женщины было множество мужей, значительно длиннее, чем период патриархата. Очередное оправдание изменам сильной половины человечества недавно нашли американские ученые. Исследование 180 мужчин, стабильно изменяющих своим супругам, показало, что у всех мутирован особый ген, связанный с наслаждением от секса. Как известно, экстаз возникает при впрыскивании в мозг гормона удовольствия, дофамина. А мутация гена вызвала у его обладателей слишком сильную привязанность к дофамину. Это сродни наркомании. Мужчины с поврежденным геном вынуждены постоянно искать новую дозу, то есть новую партнершу. Так и появляются беспорядочные половые связи. Рискованные погони за очередной женщиной усиливают эмоции и дозу гормона удовольствия. При этом мужчины даже не подозревают, что нарушают свой энергетический баланс. Женщина, она выигрывает по сравнению с мужчиной, потому что если идет секс ради секса, то в любом случае женщина получает энергетическую подпитку эмоциональной удовольствия, а мужчина тогда теряет свою силу, он теряет свою энергию. Но это женщина. За любвеобильность мужчины действительно отвечает определенный ген, утверждают шведские ученые. Однако, в отличие от американцев, более раскованные шведы из такого итога исследований сделали диаметрально противоположный вывод. Согласно шведской гипотезе, злокачественный ген не тот, который побуждает ухаживать сразу за всеми женщинами, а как раз тот, который заставляет хранить верность единственной избраннице. Если бы мы все были такие, утверждают шведы, род человеческий давно бы вымер. Эксперты выяснили, что мужчинам не случайно нравятся фигуристые женщины с тонкой талией и широкими бедрами. Оказывается, именно такая фигура залог рождения детей с более высоким интеллектом. Это связано с тем, что в женских бедрах содержатся жирные кислоты омега-3, которые способствуют развитию мозга матери и ребенка во время беременности. В то же время, жир вокруг талии содержит большое количество жирных кислот омега-6, которые развитию мозга не помогают. Поэтому мужчины инстинктивно чаще выбирают спутницу с формами песочных часов. Конечно, у каждого мужчины есть свой типаж. Типаж женщины, который ему нравится. Но есть общепринятые характеристики. Нравятся симметричные лица, нравятся крупные глаза. Нравятся женщины, которые демонстрируют то, что находится в ярком репродуктивном периоде. То есть она может родить ему здоровое потомство. При этом сама природа толкает женщину в мужские объятия, устроив так, что женский гормон экстраген снижает способность организма сжигать жиры. Эти излишества откладываются как раз в нужных местах межиталии. И все для того, чтобы мужчина не прошел мимо такой дамы. Два пола – это фантастическое изобретение эволюции. Если мы заинтересованы в том, чтобы мы развивались, нам необходимо два пола. Нам необходимо два пола. И, конечно, человечество будет предпринимать все усилия, чтобы у нас остался половой деморфизм и гендерные различия. Психологи выявили и еще одну интересную особенность. Помимо внешних данных, для мужчины не менее важна первая реакция женщины на его появление. По статистике, если мужчина увидел женщину, которая ему нравится, в течение 40 секунд, он посмотрит на нее снова. И даже легкий поворот ее головы способен вызвать бурные химические процессы в мужском организме. В тот момент, когда он посмотрел на нее и она прореагировала как-то, ну, например, жестом прихорашивания волосы погладила, провела по руку или как-то там в запястье. Для него это сигнал подсознательный, что женщине он понравился. В этот момент в кровь мужчины выбрасывается тестостерон и ему как бы становится легче к ней подойти. То есть тестостерон отвечает за напористость и за смелость. Как показывают исследования, так называемая стрессоустойчивость чаще присуща женщинам, несмотря на то, что внешне мужчины кажутся более спокойными и расчетливыми. Биологически жизнь построена так, что мужчины идут всегда в самые рисковые ситуации. Мужчины склонны к агрессии, к риску, к военным действиям. И поэтому, конечно, они очень быстро вылетают. А женщины женщины относительницы жизни. Быть может, тысячи лет назад женщину создали с одной только целью быть для мужчины защитой. Создавать идеальные условия для того, чтобы он мог творить. И у сторонников этой теории есть один неоспоримый факт. В большинстве религии мира бог мужского рода. Он создает и правит, но рядом с ним всегда есть та богиня, которая охраняет и оберегает его. Посредством женщины появляется ребенок, посредством женщины передается информация о развитии. То есть функция женщины это созидание и построение отношений. Основная это, как она направлена во внутрь, во внутрь. А функция мужчины, как таково, она направлена во вне, решение внешних каких-то стратегических задач. Разные эволюционные задачи, вероятно, это одна из главных причин, объясняющих такую разницу между полами. Уже с момента рождения девочки опережают мальчиков во всем. Новорожденные девочки зрелые, что подтверждает рентгенограмма костей. Они первыми начинают ходить и говорить. У них на два года раньше наступает половая зрелость и на три года раньше останавливается рост костного скелета. Правда, и репродуктивный период у женщины заканчивается быстрее. Они раньше стареют, несмотря на всю косметику и омолаживающие хитрости. Но к жизненному финишу первыми приходят все-таки мужчины. Само строение тела женщины и мужчины отличается. Если женщина по своей конституции она принимает, то мужчина как бы отдает. Соответственно, это сказывается и на установках. То есть у женщины установка на то, чтобы брать, то, чтобы сохранять, то есть некая стабильность. У мужчины на то, чтобы отдавать, расширяться, то есть некая изменчивость. Этих различий наберется бесчетное количество. Даже слезы у женщин имеют другую химическую формулу. Или, например, почему у мужчин одежда застегивается слева направо, а женская наоборот. Все потому, что наш мозг тоже имеет свой пол. Доказано, что у женщин более развито правое полушария, а у мужчин левое. Женский мозг реагирует на внешнее раздражение активнее мужского в восемь раз. Женщины умеют лучше приспосабливаться к ситуации, а мужчины выходить из нее. Сильная половина тщательно взвешивает все за и против и принимает логические решения. это эмоциональное целостное восприятие. Причем, вот у женщин, в отличие от мужчин, у них, наверное, много больше связей между правым и левым полушариями. Вот это выраженная хорошо развитая интуиция. Легендарная женская интуиция. По мнению психологов, не что иное, как подсознательный анализ деталей, на которые мужчины просто не обращают внимания. Женщина способна улавливать самые незначительные интонации во взгляде, в движениях и жестах, а мужчина от природы слышит в пол уха. Исследования американских ученых подтвердили, что при восприятии аудиоинформации у мужчин активируется всего одно полушарие мозга, а у женщин оба. Женщина лучше слышит, зато мужчины легче переносят боли. Два пола живут в одном реальном мире и одновременно в разных. И взгляды на их действительность у них тоже разные в прямом смысле слова, потому что зрительные анализаторы тоже имеют пол. Мужчины обладают контрастным зрением, хорошо видят яркие цвета, но не фиксируют полутона. А у женщин отлично развито боковое зрение, что позволяет им подмечать все мелочи, даже не поворачивая головы. А сколько еще таких отличий? В мыслительно-творческом процессе у женщины задействованы оба полушария, то она получает определенное преимущество перед мужчиной. Она может и, скажем так, простраивать какие-то схемы, и сиюминутно на это реагировать, включать креативность, интуицию, усиливать свою наблюдательность и, скажем так, быть более что-ли такой восприимчивой к тому, что происходит. У мужчины считается, что вот только одно полушарие, которое отвечает за логику, и он поэтому сконцентрирован больше на обработке информации по принципу причинно-следственной связи. Казалось бы, все эти различия должны играть мужчинам и женщинам только на руку, ведь противоположности притягиваются. Но именно эти несовпадения, порой даже незаметные на первый взгляд, мешают ей и ему понять друг друга. У женщин резко выше эмоциональной компетентности, чем у мужчин, поэтому женщины больше проявляют чувства и переживаний, хотя на самом деле у мужчин больше чувств и переживаний, чем у женщин. Только мужчины не имеют возможности, навыков выражать свои чувства и переживания. Традиционно считается, что мужчина царил на планете всегда за исключением разве что малоизученного периода первобытного матриархата. Однако последние исследования историков и археологов показали, что женщины, например, в Древнем Египте иногда даже превосходили мужчин по степени влияния. Яркий тому пример легендарная царица Хадшепсуд, одна из самых могущественных женщин Древнего мира. И красива, и хитра. Она была очень умной женщиной, очень властной, и ей удалось стать единоличной правительницей. Она правила почти 20 лет. Это рекордный срок для женщины-фараона на сегодняшний день известный нам. Страх и преклонение перед слабой половиной человечества заставлял мужчин обожествлять женщин. У многих народов до недавнего времени сохранялось поклонение богиням в женском обличье, ради которых мужчины были готовы на любые жертвы. Многие исследователи уверены, на протяжении многих тысячелетий на Земле царил матриархат. На Земле жили женщины. Им нужно было, грубо говоря, вот как домашнее животное, предположим, воссоздать. Взяла себе обезьяну, изучила, обучила, и появился мужик. То есть, как бы, женщины созидательные, им нужен, как бы сказать, ну, с одной стороны товарищ, друг и добытчик, с другой стороны половой партнер, продолжение жизни. Такую теорию тоже можно рассматривать. И с точки зрения генетики, она более близка, да, то есть, женщины и мужчины более, так сказать, расходятся в своем генетическом коде, чем мужчина и обезьяна. Даже сегодня в Индии сохранились признаки матриархата, в котором преимущество находится на стороне женщины. Теперь, правда, кровавых жертв уже не приносят, но достоинства мужчин в некоторых племенах занижают почти во всех сферах. Изучая взаимоотношения двух полов, ученые обнаружили, что мужчины подкаблучники это не просто особенность характера. по большей части это наследственно приобретенные вещи. То есть, мы говорим, в семье, когда сильная мать и слабый отец, то довольно-таки часто появляется мужчина, который готов отдать лидерство. Они, конечно, будут бороться за него, но в определенный момент, так как, в принципе, они видят, например, сильные женщины, наследственная модель, будет несколько сценариев. Либо идет отказ от построения отношений, либо привлечение сильного, сильной партнерши по жизни, с которой либо будет борьба, и они расстанутся, либо он отдаст свое лидерство. Удивительно, но чаша равенства в вечной битве полов снова постепенно перевешивает в женскую сторону. Именно поэтому исследователи считают, что в ближайшее время мужчины могут исчезнуть и совсем. Мощное социальное влияние привело к тому, что наши молодые люди стали такими людьми, которых называют метросексуалами. Это молодые люди, у которых мало мужских признаков, много женских признаков, они внешне очень сильно заботятся о собственной внешности и очень много занимаются и готовы часами говорить о моде и так далее. Это хорошо, но они не готовы брать на себя ответственность мужчины, принятую ответственность мужчины. И поэтому сегодня в Москве на каждую невесту, на каждого жениха приходится три невесты. Но есть и другие объективные причины уменьшения численности мужчин. Долгое время было принято считать, что в тяжелые периоды, во время войн и кризисов природа заботится о сохранении рода и поэтому рождается больше мальчиков. Однако результаты исследований специалистов по репродукции полностью опровергли это мнение. Ошибочно считать, что перед войной рождаются чаще мальчики. Нет, чаще рождаются девочки. И во время войны чаще рождаются девочки. А вот после войны наблюдается средство рождения мальчиков. Почему? Потому что начинают рожать молодые женщины. Они традиционно рожают больше мальчиков. Например, у женщин до 20 лет соотношение мальчиков девочек 130 к 100. Очень большое, да? А в возрасте 38-42 90 мальчиков к 100 девочкам. Оказывается, для рождения мальчиков необходимы тепличные условия. И чем больше проблем сопровождает женщину накануне и в начале беременности, тем выше шансы у нее родить девочку. Плохая экология, мода на чрезмерную женскую худобу и даже гражданские браки, все это создает условия для перекоса рождаемости в пользу женского пола. В браке чаще рождаются мальчики, а вне брака чаще рождаются девочки. Тоже значит, в браке естественно условия вынашивания беременности лучше, чем вне брака. Четвертый факт. Женщины с массой тела меньше 54 килограмма чаще рождают девочек. 98 мальчиков на 100 девочек. То есть условия вынашивания хуже, понятно, чем с нормальной массой тела. Соответственно и чаще рождаются девочки. Если исходить из общемировой статистики, то в среднем мальчиков рождается больше, чем девочек. Но мужской организм в младенческом возрасте менее стоек и на первых порах жизни мальчиков умирает больше. Дальше статистика меняется. В развитых странах выше смертность мужчин по причинам травматизма и профессиональных заболеваний, а также алкоголизма и курения. В развивающихся странах смертность женщин часто бывает выше, что является следствием ранних браков, частых родов, тяжелого труда, недостаточного питания и неравного положения в обществе. В целом на земле мужчин больше на 2%, чем женщин. Примерный перевес. 20 миллионов или 1009 мужчин на тысячу женщин. И это удивительно. Ведь в европейских странах женщин больше, мужчин, а наибольший перевес женщин наблюдается в России. Так почему в целом на планете больше мужчин? Оказывается, мужское преимущество поддерживается странами Азии. 1042 мужчины на тысячу женщин. Поэтому если исключить из общей мировой статистики две самые крупные по численности населения страны Китай и Индию, то соотношение резко изменится и женщин окажется на 25 миллионов больше. Кажется, что высшие силы, создавая мужчин и женщин, и не помышляли о равенстве своих творений. Даже их жизненный путь разной длины. Не случайно бытует выражение у старости женское лицо. А все потому, что женщины живут дольше мужчин. Особенно эта разница заметна в России целых 13 лет. Средняя продолжительность жизни прекрасной половины человечества 72 года, в то время как сильному полу в среднем отводится всего 59 лет. А в этом всегда винили образ жизни мужчин, которые чаще рискуют, больше выпивают. И они же подавляют в себе гнев, подрывая сердце и нервную систему. Но недавно были обнаружены более глубокие причины возрастных преимуществ у женщин. У известного ученого-геронтолога Владимира Шабалина есть тому объяснение, которое на первый взгляд очень странное. Как говорится, жизнь произошла из воды, вышла из воды. И когда мужчина выходил, он с собой водички немножко больше приходил. А на самом деле действительно гидротация тканей у мужчины и женщины имеет существенное различие. Это 20% различие. То есть ткани у мужчины гидротированы на 20% больше, чем у женщины. В течение жизни содержание воды в тканях нашего организма меняется. Новорожденные как мальчики, так и девочки на 80% состоят из воды. К периоду полового созревания ее остается уже 60-70%. И если у женщин водная концентрация с возрастом продолжает снижаться, то у мужчин с наступлением половозрелости объем воды резко увеличивается примерно на 20%. И эта разница сохраняется до самой старости, укорачивая мужскую жизнь. вода определяет вообще интенсивность жизни. Есть такое выражение корпора нон агут не сестолюта. Если тела не растворены, они не действуют. И вот наши белковые молекулы действуют в окружении воды, в водной оболочке. И чем больше эта водная оболочка, тем больше функциональной активности обладает молекула. и функциональная активность тканевых молекул мужчин где-то на 20% выше. Это значит выше метаболизм, выше обмен веществ идет. И мужчина в результате этого основного биологического фактора его продолжительность жизни несколько меньше. Он сгорает немножко быстрее. По иронии судьбы, вода, которая дает жизнь почти всему на земле, у мужчин эту жизнь отнимает раньше времени. Да, они благодаря большей своей водянистости быстрее бегают, скорее ориентируются и реагируют в сложных ситуациях. Но вместе с тем и умирают тоже быстрее. Это значит, что стресс, чрезмерная агрессия, физические нагрузки и вредные привычки, которые влияют на здоровье мужчин, это лишь сопутствующие факторы. То, что мужчины покидают этот мир быстрее, заложено генетически. Одним из важнейших базовых биологических факторов является водная концентрация. Но ведь вода сама по себе, она пассивная составляющая. То есть, структура белковой молекулы у мужчин, она несколько иная, чем у женщины. И эта структура и позволяет ей, этой молекуле, удерживать водную оболочку. Получается, мужчины гораздо уязвимее, чем женщины. А ведь такими их сделала сама природа. Более того, как показывают последние исследования ученых, организм женщины постепенно готовится к тому, что мужчин не останется совсем. Слабому полу придется полностью взять на себя мужскую роль, и в том числе и в размножении. Людей, конечно, нельзя сравнивать с муравьями, но, тем не менее, вот интересный пример из их ми. Это удивительное открытие сделали бразильские и американские ученые. В бассейне реки Амазонки, что тоже символично, если вспомнить знаменитых женщин-воительниц, были обнаружены муравьи, которые в процессе эволюции отказались от традиционного метода размножения, то есть, когда задействованы он и она. Это редчайший вид представителей земной пауны, где есть только самки, и нет ни одного самца. Муравьи, живущие без секса, просто клонируются. Старшее поколение воспроизводит точную генетическую копию самих же себя, тот же пол, те же размеры, тот же набор генов, те же привычки и потребности. При более подробном изучении выяснилось, в прошлом у самок были зачатки детородной функции и репродуктивной системы, но по непонятным причинам от этого пути в процессе эволюции данный вид отказался. Полностью бесполое размножение с воспроизводством только одного вида самок это явление уникальное. При том, что бесполое размножение мужских особей из неоплодотворенных яиц это нормальная часть репродуктивного процесса у некоторых видов насекомых. Удивительно, но биологи считают, что у бесполого размножения есть свои преимущества. Одно из них, почти 100% представителей вида являются потенциальными источниками продолжения вида, тогда как, например, у людей лишь 50%. Однако, есть и недостатки. Новые особи не наследуют генных модификаций предыдущих поколений, а это значит, что они не становятся более сильными, более выносливыми, а при заражении одной особи болезнью автоматически ей заражаются и все остальные, так как генного иммунитета нет. Невероятно, но уже зарегистрированы первые случаи самооплодотворения. Женский организм словно вспоминает свой древний опыт, когда, как утверждают специалисты, были случаи появления на свет детей без всякого участия мужчин. Возможно, все-таки была группа таких вот существ человекоподобных, которые и дала начало человечеству. У женщин, как американские ученые отметили, цитологи, иногда может возникать партенгенез. То есть, что такое партенгенез? То есть, женщина может родить ребенка без мужчины. У нее происходит развитие и рождается ребенок. И вот примерно анализ американских цитологов показал, что где-то из нескольких тысяч, из 500 тысяч человек, два-три рождается таких, вот две таких женщины. В свое время историки долго ломали голову над загадкой египетского фараона Эхнатона. На сохранившееся изображение Эхнатон выглядит слишком женоподобным. Высокая узкая талия, не по-мужски широкие бедра, набухшая грудь, выпуклый живот. Ученые выдвигали различные гипотезы о причинах такого телосложения фараона. Полагали, что египетский правитель страдал от редкого заболевания или генной мутации, которая сказалась на его облике. Среди гипотез было и предположение о двуполой сущности фараона. Однако подтвердить достоверность любой из версий было невозможно, поскольку обнаружить мумию Эхнатона не могли долгое время. Но в 2010 году во время проведения анализа ДНК знаменитой мумии Тутанхамона и еще 16 мумифицированных египтян, которые могли состоять с ним в родстве, неожиданно было сделано сенсационное открытие. Мумия под кодовым названием КВ-55, которую нашли еще в 1907 году, оказалась фараоном Эхнатоном. Исследования показали, что явной генетической предрасположенности к совмещению женских и мужских черт у Эхнатона не было. И, возможно, сделали вывод египтологи, андрогинный образ фараона это не что иное, как дань преобразованием, которое проводил в Древнем Египте реформатор Эхнатон. Но этот вопрос по-прежнему не закрыт. На шестом году своего правления решило реформировать все, что было до него. Он объявляет Атона, Солнца, единственным богом, а все остальные функции богов, а их было очень много в Египте, он берет на себя. И главная, конечно, функция, это функция плодородия. Он податель плодородия. Он начинает изображать себя немножечко с женскими чертами. С самого рождения человека природа регулирует баланс между двумя полами. В течение первого года смертность среди мальчиков на 25-30% выше, чем среди девочек. Поэтому на каждые 100 представителей слабого пола рождается 105 будущих мужчин. Таким образом, природа как бы гарантирует, что в репродуктивном возрасте всем невестам хватит женихов. Но почему тогда на всех женщин мужчин все равно не хватает? Закономерность это или ирония судьбы, но то, что сделало мужчину мужчиной, его и убивает. Ученые с тревогой констатируют, мужская ИГИ, хромосома, которая определяет рождение мальчиков, сильно деградирует. Идет очень быстрое разрушение ИГИ-хромосомы. То есть считается, что раньше было где-то порядка полутора тысяч генов ИГИ-хромосомы, а осталось 78. В женской было около 4000, осталось где-то 1080. То есть идет деградация ИГИ-хромосомы намного медленнее. ИГИ-хромосомы разрушается в 7-8 раз после речи Х. В деградации ИГИ-хромосомы виновата прежде всего сильное ухудшение экологии. Радиоактивность, загрязнение воды, почвы и воздуха вредными химическими веществами разрушает гены уникальной половой хромосомы современных мужчин. В последнее время присоединились такие факторы как высокочастотные электромагнитные колебания и случаемые сотними телефонов. Известный факт. Перегревание половых желез у мужчин вследствие длительного многочасового сидения за рулем тоже присутствует. Попадание в наш организм соединения с эстрогеноподобным эффектом, то есть эффектом женских половых гормонов. Например, это фталаты из упаковки питьевой воды. Медики озадачены. За последние 50 лет концентрация половых клеток у мужчин снизилась в два раза. Мужская хромосома теперь не просто значительно меньше женской, она стала похожа скорее не на Y, а на маленькую букву V. И восстановить утраченные гены увы невозможно. Природой это не предусмотрено, а наука пока ничего не придумала. Y мужская хромосома она не парная, в отличие от X хромосомы, которая парная. И при делении она не восстанавливается. И все эти дефекты, мутации, которые возникают в этой Y хромосоме, они накапливаются из поколения в поколение и могут привести к ее разрушению. почему вот это изобилие тревога. Ученые констатируют, несовершенство мужского организма оказывается сильнее самой природы. Даже гормоны на стороне женщин, к примеру, женский гормон экстроген, снижает в организме уровень холестерина, тем самым защищает дамское сердце от сердечных болей. Напротив, тестостерон, вырабатывающийся в организме мужчин, провоцирует усиленные половины тягу к неоправданному риску. Женщина больше предположена к спокойной, скажем так, домашней или офисной работе. А мужчина он каскадер, водитель, испытатель, летчик, на химических производствах больше его, как правило, участвует. Нет, сейчас у нас такой двигательный пружинный, который в виде тестостерона заставляет его действовать. Даже пресловутая женская эмоциональность служит своим обладательницам добрую службу. Вместо того, чтобы накапливать отрицательные эмоции, как это делают мужчины, женщины выплескивают все в виде слез. Оказывается, вместе со слезами выходят и вредные вещества, которые вырабатываются в ответ на стресс и разрушительно действуют на организм. Случайно поплакав с горя, человек ощущает облегчение. Но мужчины не плачут. И это впоследствии серьезно подрывает их здоровье. Мальчика еще с ранних лет учат о том, что он должен скрывать свои эмоции. А женщине наоборот говорят о том, что она должна свои эмоции показывать. И вырастает человек, девушка легко демонстрирует свои переживания, то есть она экспрессивна. мужчина выглядит как железный дровосек, как каменный лицарь, который совершенно ни из-за чего не переживает. И кажется, что вроде бы ему все все равно. Но на самом деле мужчины переживают точно так же. Это, конечно, не означает, что женщин вообще ничего не берет. Просто им повезло больше, чем мужчинам. Если какой-то ген в одной женской хромосоме даст сбой, его заменит дублер, такой же ген из второй Х хромосомы. У мужчин же такого шанса нет. Поэтому даже обычная простуда может поставить под угрозу их мужскую силу. Дальше, знаете, банальный грипп или ОРВИ с повышением температуры тела выключает мужчину сперматринез немало, немного на 5 месяцев. То есть в течение 5 месяцев после воспалительного заболевания, в общем-то как бы не связанного с генитальной сферой, мужчина становится не совсем плодовит. Как ни прискорбно, но мужчин собственноручно уничтожают и сами женщины. Например, курящие. Установлено, что если дама курила перед зачатием, то скорее всего у нее родится девочка. А если все-таки появится мальчик, то на нем продолжение рода может остановиться, он может оказаться бесплодным. Курение во время беременности очень сильно повреждает репродуктивную систему их будущих детей, особенно сына. То есть где-то на 30-40% репродуктивные способности в будущих сыновей снижаются. Считается, что самая здоровая на сегодняшний день игрит хромосома у африканских мужчин. Вероятно, в скором будущем именно черный континент станет меккой женского туризма. Европейские представительницы прекрасного пола поедут рожать детей от темнокожих матча. Однако последние события на черном континенте превращают Африку в горячую точку и ставят под угрозу и здоровье африканцев. Если подведут и они, останется одна надежда на новые технологии, которые смогут в будущем, если не восстанавливать утраченные гены мужской хромосомы, то, по крайней мере, остановить их разрушение. Однако такое спасение несет в себе еще большую угрозу для сильной половины человечества. мужчины могут не понадобиться. Зачатие может происходить без мужчины. Сейчас происходит часто зачатие без мужчин, беременность без мужчин, во время родов мужчин не нужен, воспитывать детей могут социальные институты, и мир может стать таким миром амазонок. Так или иначе, но процент рождения мальчиков, считают ученые, будет снижаться. Сильная половина человечества превратится в треть, затем в четверть, а потом и вовсе мужчины перестанут появляться на свет. И в этом ученые разных стран сходятся во мнении. Разница лишь только в том, когда это случится. Профессор Уксфордского университета Брайан Сайкс заявляет, сильному полу осталось 125 тысяч лет до полного вырождения. Ученые считают, что Y-хромосомы из поколения в поколение портятся и вскоре исчезнут. Эти хромосомы передаются от отца к сыну и являются тем, что превращает детей в мальчиков. В отличие от других, Y-хромосомы не могут восстанавливать себя и поэтому исчезнут через 125 тысяч лет. В каждом новом поколении 1% мужчин будет иметь мутацию, которая сократит его способность к оплодотворению на 10%, говорит Сайкс. И добавляет, что с ростом потребления алкоголя, загрязнением окружающей среды, постоянным стрессом, исчезновение Y-хромосом может ускориться. Разрушение Y-хромосомы пройдет в ближайшие 100 тысяч лет. За эти 100 тысяч лет, я думаю, люди научатся и исправлять любые хромосомные нарушения, синтезировать и моделировать новые виды, не только что исправить хромосомы. Нано, пикотехнологии, я думаю, что это помогут сделать. Даже не так в далеком будущем. По оценкам биологов, женщины останутся без мужчин не сразу. Сильная половина человечества не вымрет в один день и даже год, а просто постепенно вида изменится, следуя обратному процессу эволюции. Так неужели мы живем в преддверии нового мира, где нет мужчин и единолично царствуют женщины? И дополнительное подтверждение этому теории эволюции полов доктора биологических наук Вигена Геодокяна. Он, в отличие от многих генетиков и антропологов, считает, что эволюция не завершена и человек до сих пор продолжает развиваться. И именно мужчины на Земле главный экспериментальный разведчик. Профессор Геодокян убежден, если бы завтра человечеству понадобились сверхинтеллектуальные способности или, скажем, второй мозг, то сначала он бы обязательно появился у мужчин. И только спустя несколько поколений у женщин. Женщина как бы идет следом за мужчиной и она отбирает все нужное и важное. А мужчина он идет вперед, это эксперимент, это развитие. Но если говорить об игре хромосомы, то Геодокян называет игре хромосомы экологическое киеворото в геном. Получается, что природа или высшие силы создали сильный пол, чтобы сделать его главным экспериментальным материалом. Объясняя свою теорию эволюции пола, доктор Геодокян выразился так. Королева не может позволить себе бежать на первый крик моды, носить излишне авангардную шляпу. В этом собственно закон природы вот то самое единство и борьба противоположностей, то есть иньянь, то есть кто-то отвечает за динамику, за эксперименты, за изменения, это на мужской особи, кто-то отвечает за стабильность, за сохранность, за надежность, за то, чтобы был какой-то фундамент, была какая-то основа, вот это предназначение женщины, по крайней мере то, что заложено природой. Любой новый ген сначала попадает в мужчине, проходит апробацию, и только если естественный отбор признает его полезным, то спустя много поколений этот участок ДНК окажется в женском геноме. Иными словами, мужчины в ответе за эволюционное развитие человечества ценой собственного здоровья или даже жизни. И для успешной выживаемости человечества убежден автор теории эволюции Пола Геодокян просто необходима высокая смертность мужчин. Получается, что несмотря на всю уязвимость, мужчина каждый день сам того не ведая совершает подвиг, становится подопытным кроликом в экспериментах самой природы. И все во имя женщины, которая будет хранить в своем генотипе все самое лучшее, что испытал для нее мужчина. Мы временная память видом и слабее чем женщины. Продолжительность жизни у нас ниже и это нормально. Мы временные на этой земле, женщины постоянно на этой земле. И именно женщина выбирает тот генофонд, который она хотела бы передать своим детям. Именно женщина делает выбор от кого рожать. Именно женщина делает выбор. Останутся ли на земле мужчины во многом зависит от женщин. И если вспомнить одну из восточных примет, то у женщин точно есть один верный способ увеличить количество представителей сильного пола. Когда мужчину много и сильно любят, обязательно рождаются мальчики. рождаются мальчики. Редактор субтитров Продолжение следует...